Всем привет! Добро пожаловать на канал Best Robot! Сегодня я порадую вас обзором на очередную новинку 2020 года. Будем тестировать робот-пылесос Panda Evo, который любезно предоставила компания Аками. Робот-пылесос уже продается, его стоимость составляет 20 тысяч рублей. Кому интересно, ссылка на покупку будет в описании. Забегая наперед скажу, что Panda Evo оснащен гироскопом для навигации, мощным мотором с силой всасывания 2150 паскалей, аккумуляторной батареей на 2600 мАч и управлением через приложение с построением карты проделанной работы. Давайте разбираться, насколько хорошо робот выполняет сухую и влажную уборку, какие функции есть в приложении и в какой квартире помощник будет максимально полезным. Обо всем по порядку. Погнали! По традиции начну с распаковки и обзора комплектации. Поставляется в двух коробках, одна из которых транспортировочная, есть ручка для удобной переноски. В комплект входит робот-пылесос с установленным резервуаром и салфеткой, док-станция, адаптер питания, запасная салфетка из микрофибры, магнитная лента для ограничения передвижений, две пары боковых щеток, пульт дистанционного управления без батареек, инструменты для очистки, запасной HEPA-фильтр, инструкция на нескольких языках, включая русский, гарантийный талон и руководство по подключению приложения. Производитель положил все необходимое для пользования устройства. За комплектацию поставим плюсик. Немного о внешнем виде робота. Panda EVO выделяется дизайном среди других роботов. На лицевой панели изображен 3D-орнамент, который добавляет шарма помощнику и не стыдно будет показать соседям. Смотрится эффектно и стильно. А как вам такой дизайн? В остальном корпус изготовлен из черного глянцевого пластика. Размеры – 320 на 76 мм. Робот низкий, будет без труда проезжать под мебелью, для уборки в труднодоступных местах. Из органов управления две кнопки – старт-пауза и возврат на базу. В передней части установлен механический бампер, который обрамлен полоской из резины. За тонированным стеклом спрятаны ИК-датчики столкновения и поиска базы. С правого бока находится тумблер включения-выключения и разъем для питания напрямую от сети без док-станции. В задней части робота находится контейнер для мусора. Нажав на кнопку, емкость легко достается. Объем контейнера внушительный – 800 мл. Это самый емкий пылесборник среди моделей, который я тестировал в последнее время. В нем предусмотрена крышка для удобного излечения мусора, а также шторка, чтобы содержимое не рассыпалось. Помимо этого, продумана тройная система фильтрации. Вы можете увидеть в верхней части контейнера хепофильтр – поролоновый и сетчатый. Все части снимаются для удобной очистки. Переворачиваем робот-пылесос, чтобы увидеть, что разместилось снизу. Три датчика перепада высоты. Контакты для зарядки. Поворотный ролик. Два ведущих колеса с независимой подвеской и клиренсом в 18 мм. Две трехлучевые боковые щетки со щетиной. Турбощетка из щетины с защитой от наматывания волос. Щетка закрывается ограничительной рамкой, которая легко снимается. Для выполнения комбинированной уборки устанавливается резервуар для воды объемом 180 мл. В резервуаре нет моторчика, вода на салфетку поступает капельным путем. Перейдем к техническим характеристикам. Я выделил основные. Для изучения поставьте на паузу. Навигация. За навигацию в пространстве отвечают следующие датчики. Гироскоп. Помогают роботу понимать, где находится, куда ехать и куда вернуться, не сбиваясь с маршрута. Механический бампер. В котором находятся датчики столкновения и поиска базы. Датчики перепада высоты находятся снизу. Их три. Они защищают устройство от падения с возвышенностей. Управление. Устанавливаем базу. Ставим робота на зарядку и подключаем к приложению. Скачиваем приложение с App Store или Play Market. Регистрируем аккаунт. Когда прошли все этапы, жмем красный плюсик. Сканируем QR-код, который находится справа на роботе. Вводим логин и пароль от роутера. Зажимаем кнопку Start и удерживаем, чтобы перезапустить робота. После подтверждения операции идет синхронизация. И вуаля, робот добавлен. В приложении показывается. Карта помещения. Робот закрашивает участки, которые убрал. Площадь уборки. Заряд батареи. Время уборки. Ниже расположены кнопки. Старт-пауза. Режимы уборки. Авто. Локальная. Вдоль стен. Швабра. Регулировка мощности. Низкая. Средняя и максимальная. Отправка на базу. Ручное управление. Дополнительные настройки. Можно отключать голосовые оповещения. Изменить имя устройства. Выбрать единицу измерения. Установить график уборок на каждый день недели. Сделать общий доступ. И проверить обновление. А если совсем надоело, можно и удалить. Жаль, что нет таких функций, как установка виртуальных границ, уборка комнаты и других полезных опций. При обзоре комплектации вы наверняка заметили пульт дистанционного управления. Так вот, с пульта также можно управлять роботом, если под рукой нет смартфона. Функционал такой же. Кнопки дублируются. Только нельзя посмотреть карту и установить график уборки. Переходим к тестам. Сухая уборка. В комнате приблизительно 13 квадратных метров убираемой площади. Покрытие линолеум. Перед началом я взвесил контейнер. Весит он 269 грамм. Затем взвесил и рассыпал 100 грамм разной всячины. Песок, гречку, конфетки и овсяные хлопья. Устроил панде настоящее испытание. После того, как намусорил, запустил машину и установил максимальную мощность. Панда пробегает всю площадь змейкой, а затем проходит по периметру. За 18 минут робот убрал 13 квадратных метров, затратив на это 11% заряда батареи. Продолжение следует... Замеряем, сколько мусора удалось собрать. Результат отличный. 92 грамма и 100. Качество сухой уборки на высшем уровне. Тесты в загоне. Следующие 4 теста будут в загоне. Комментировать там нечего. Смотрите, как робот втягивает мусор любого формата и оттирает пятна. Уборка гречки. Уборка песка. Уборка на ковре. Оттирает кофейные пятна. Плюсы и минусы. Завершая обзор, хочу выделить несколько преимуществ и недостатков. К достоинствам я отнес Небольшие размеры. Высота 76 миллиметров. Хорошее качество сухой и влажной уборки. Навигация на базе гироскопа. Строит карту помещения. Способен на глубокую очистку ковров с низким и средним ворсом. Высокая мощность всасывания 2150 паскалей. Регулировка мощности. Управление через приложение. К недостаткам я отнес. Нет опции увеличения мощности на коврах. Турбощетка не разбирается. Влажная уборка реализована простым образом. Нет моторчика и контроля подачи воды. Робот хоть и строит карту, но и не выстраивает план помещения. Подведем итог. Panda Evo стоимостью 20 тысяч рублей. Качественно сделан и показал отличный результат сухой уборки. На самом деле я не ожидал, что робот сможет убрать 92 грамма из 100. Конечно, этот показатель колеблется. В остальном робот уверенно ориентируется в пространстве, преодолевает пороги высотой до 18 миллиметров и моет полы не хуже других помощников, у которых влажная уборка реализована по такому же типу. Управляется устройство двумя способами, есть пульт и приложение. Единственное, что мне не хватило, это построение плана помещения. Когда робот строит карту, он закрашивает зоны синим цветом, по которым проехал и все. Стены нарисовать забывает. Учитывая емкость ЭКБ 2600 мАч, я советую покупать устройство для небольших и средних квартир. И если в доме есть ковры с невысоким и средним ворсом, Панда справится и глазом не моргнет. На этом я заканчиваю обзор. Если видео понравилось, ставьте палец вверх и делитесь с друзьями обзором. Не забывайте подписаться на канал и писать в комментариях свои впечатления о роботах-пылесосах. Всем пока!